всем привет вы на канале креативный слой меня зовут ксюша в этом видео я вам покажу необычный способ нанесения декоративного песка который позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности как обычно я уже укрыла все что можно испачкать пленкой и малярным скотчем основа у меня покрашена в черный цвет теперь я на ней буду делать пятнышки водоэмульсионной краской белого цвета делать их буду с помощью обычного скомканного пакета убираю материал а излишки отторцовую на ровную поверхность не сильно надавливая на пакет отпечатываем рисунок процессе нанесения не забывайте разворачивать пакет в разные стороны чтобы рисунок получался разнообразным быстренько торцевали всю поверхность возвращаемся назад и заполняем пустоты торцом пакета белую краску я нанесла пока ждем ее высыхание я вам покажу что вы увидите в следующем моем видео поверхность высохла теперь можно приступать к финишному слою для нанесения песка мне потребуется маленькая и большая кисть начинаем наносить песок разнонаправленными движениями кисточку держим слегка под углом и короткими круговыми движениями раскидываем песок по поверхности процессе нанесения старайтесь делать крайне ровным чтобы в дальнейшем не видим не видно было четкого стыка мокрого и сухого материала время от времени уже нанесенным участком возвращайтесь и полусухой кистью разравниваете песок смотрите с разных сторон чтобы не было ни прокрасов после того как раскидали песочек большой кисточкой возвращаемся к нанесению песка двигаемся в стык желательно это делать быстро чтобы успевать разровнять нанесли песок пока он не подсох берем большую кисточку и разравниваем по поверхности там где видны небольшие просветы можно добавить небольшое количество песочка делается это аккуратно и хорошо растираем чтобы не было заметно не было пятен при высыхании декоративный песок нанесен малярный скотч с краев образца оторван теперь самое важное подведение итогов вариант нанесения декоративного песка получился интересным главный плюс это возможность скрыть мелкие неровности и дефекты стены стандартное нанесение песка выявляет и подчеркивает все царапины с мелкими сколами которые остались при неправильной подготовке основы а тут белая краска создала рельеф который маскирует выемки и задиры оставшиеся от инструмента которым вплевали стену плюс перламутровая основа декоративного песка покрывая отпечатки сделаны белой краской создает покрытие напоминающие шелк в результате мы получаем эффект создания двух декоративных покрытий песка желтого шелка это видео хорошо демонстрирует поведение перламутрового песка видно как он придает объем каплям белой краски и насколько этот материал прозрачен после нанесения сквозь него видно где черная основа а где белые отпечатки от пакета соответственно если вы наносите декоративный песок в обычной технике то окрашивайте основание в близкий цвет иначе песок будет ложиться пятнами и потребуется наносить еще один слой основная сложность при работе на большой стене это быстрое подсыхание материала из-за того что он полупрозрачный при наслаивании мокрого на сухой цвет стыка затемняется поэтому нужно работать быстро и не наносить песок квадратами так как в местах стыковки подсохшего материала и мокрого остаются сильно заметный полос соответственно наносить песок нужно не полосами с ровным краем а делать край под наклоном и максимально волнообразно из всех видов декоративных материалов песок является самым популярным и доступным уровень сложности работы с этим финишным покрытием невысок но требуется хорошая подготовка стены моя техника нанесения делает процесс работы еще проще и экономит время подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте комментарии пока я делаю для вас новое видео